До революционной авто первых лиц империи на одной выставке в столичных Сокольниках открылась олдтаймер-галерея на экспозиции. Однако присутствуют и новые экстраординарные экспонаты. Об одном из них прямо сейчас моя коллега Ольга Притыкина. Ну что же, а мы действительно уже перенеслись с экспозиции машин царской эпохи в наши дни. Вот такая вот Toyota 2013 года сегодня собрала не меньше зрителей, чем те самые машины, которые, можно сказать, в единственном экземпляре во всем мире представлены. Но вот машина действительно уникальная. Ее изготовили здесь же в России. Валерий, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы один из изготовителей этой машины, да? Да. Город Москва, мастерская функциональной роскоши. Для чего вы ее изготовили? Расскажите, кому она предназначалась? Машина была изготовлена на заказ для нашего соотечественника, который жил в Англии. Это был 2013 год. Но мы не успели ее доделать. Как посыленный нам сообщил, что заказчика больше нет. И машина вынуждена осталась в России. Я вижу, что полностью кожаный салон, да? И не только салон. Расскажите немножко про особенности. Значит, за основу здесь взят Toyota Crown. Рама, двигатель и подвеска. Все заводское, без всякого колхоза. Кузов изготовлен в городе Иркутске на заказ у знаменитого автодизайнера Евгения Михлика. Значит, кузов покрыт натуральной кожей здесь уже в Москве. И салон сделан меховой из скандинавской, сибирской норки и задний диван из Баргузинского соболя. То есть внутри салона норка, да? Норковый салон, а диван задний из Баргузинского соболя. Это самый дорогой мех в мире. Шапка Мономаха. И что же, какова же дальнейшая судьба этой машины? В данный момент эта машина находится в продаже. По остаточной стоимости мы ее продаем за 7 300. 7 миллионов 300 тысяч? 7 миллионов 300 тысяч рублей. Хотя для заказчика она стоила 40 миллионов рублей. А почему так снизили цены? Заказчик оплатил основную часть машины. Теперь она продается за бесценок. Ну а есть вообще желающие? Есть кто-то спрашивает про нее? Да, очень много интересуется, но пока желающих приобрести не нашлось. Я знаю, что машина на ходу, и вы на ней приехали сегодня, да? Машина каждый день на ходу. В 2013 году она была закончена, и с тех пор она каждый день ездит по улицам Москвы. Вы ее можете увидеть в городе. И где она у вас находится, где она хранится? Я так понимаю, что не просто на улице, да? Да, именно, что просто на улице. Вся затея была, мастерская функциональная роскошь, изготавливает роскошь, которой надо пользоваться. То есть не прятать в гараже там патенты и так далее, и так далее. Эта машина живет. То есть 7 миллионов 300, да? 7 миллионов 300, да. Скажите, а сейчас вот еще очень модно в аренду брать для фото, в аренду машину предоставляете? Может, вот сейчас наши зрители и слушатели, может быть, хотят в аренду взять? Да, я с вами согласен, но дело в том, что это автомобиль не того класса, чтобы сдавать его в аренду. Может, для фотографии, просто сделать фотографии? У этого автомобиля должен быть один хозяин, который уже решает, что с ней делать. Поэтому только продажи. Ну что ж, вот такой шикарный автомобиль есть на выставке сегодня. Очень много зрителей. Правда, купить, наверное, не каждый себе ее может позволить, но хотя бы посмотреть. И все-таки сделать фото. На самом деле, я видела, многие фотографируются и даже в салоне. КОНЕЦ